Хейо, гэс, с вами Шимки, и наконец-то, наконец-то вышло, как и обещало, 15 ноября, серия выйдет 16, если она выложится, потому что ютуб снова выебуется, громко, делаем чуть потише, настройки, русский есть, все отлично, зашибись, мы играли на английском, если вы помните, да. Восьмерки, думаю, будет достаточно, да, думаю, будет достаточно, подтвердить, настройки я сделал под себя, как обычно, и поехали, ууу, тут выбор персонажа есть, задира, разбойник, Звездочок, стрелок, а не стрел, тяжелое оружие, мечи, задира, давай, разбойник. Да, это у нас был только один какой-то класс, кажется, если не ошибаюсь. Там у нас было два босса, поэтому посмотрим. Грядет новый рассвет. Старые пути больше не играют роли, остались лишь скверно и обманно. Выбки не будет, потому что, пиздец, она оказывается мыльна и... да. Но одним из них заметен болью других, обещавшим, но мнимое спасение. Они собирают последователей, чтобы заполучить все себе. Отрекавшись от этого божества, страдают. Станутся слугами боли, заключенными в одиночестве, едва живые. И лишь несколько избранных обладают даром требовать на за то, что забрал недостойный хранитель. Но пока качественный пиксель-арт. Артики пока качественные. Только они могут взять на себя такую ношу. Если не преуспеют их, обед будет вознагражден. Спасением. Наконец-то, храм свернутых богов. Так, ну, поехали, поехали, поехали. Перекад. Немножко, кажется, начало было в другом, да, стиле мы в лесу начинали. Правая рука. Сумерченный клинок. Меч, удар. Без урона. Я помню единственное оружие, которое я посчитал им бой, когда мы играли в бету. Или в альфу, я не помню. Бета, бета, кажется. Это, это, копье. Вот копье, я помню, было очень классным. Подожди, а тут описания нету предмета? А, есть. Сумерченный клинок. В рукоятки вшиты лоскуты, освященные ткани с реликвией древних богов. Часто их клинки хранили вместе с высшими чинами федеративной армии для защиты погребенных после смерти. Теперь же ими пользуется церковная знать. Уникальный навык. Вдетим мне лезвие в копье. Предоставляет дополнительную дальность атаки. О, ничего себе. Через ловкость идет, получается, оружие. Так, shift, уровень, ногтис, прокачка, жизни, сила, ловкость, разум, инстинкты, защита. 100 защиты, это имеется ввиду базированные, сколько я могу поглотить, или это процент? А нет, там есть сопротивление 110, ладно. Способности есть, снаряжение, инвентарь. Ключевые предметы, расходники, оружие ближнего боя, одни стрелы, заклинания. Дальше, к картам. Местоположение игрока, контрольная точка, открытая дверь, запертая дверь, пользовательские значки. Опа, отлично, надеюсь, ограничений в них нету. Карта первого слой, значит, есть второй слой записи. Здесь нету системы, но это стандарт. Поехали. Подневник заключенного. На сердце у меня тяжело. В отличие от избранных, я не выбираю, кем стану. Что-то завладевает мной. И быстро. Обещания, годами ломавшие наши жизни, теперь, скорее всего, бесповоротно нарушены. Сердце не кросса, стремительность спасти нас всех. Так, ну, я думаю, плюс-минус, да, звук. Или, 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 сделать похромче. Нет, сделать надо потише, наоборот. Ага, сюда, короче, будут эти, да, добавляться, звук. Либо можно, знаете, как сделать? Звук. Музыка на семерку, и это на десятку. Нет, громко. Я не знаю, но, как бы, я хочу сделать и громко, чтобы мне было слышно, и все окей. Так, нажмите даунрайт для прыжка. Ладно. Короче, фонари это, да, короче говоря, немножечко изменено. Так. Мутировавший товарищ. Тут нету бестиария. Плохо. Так, подожди, у меня тут есть еще стрелочки. Так, вверх я атаковать не могу. Нажмите райдмой, чтобы отпрыгнуть назад. Ага. Так, я могу цепляться, это хорошо. Так, целительная инъекция. Мягкий знак не учитывается. Зажигательный порошок. Вот, что я помню, это как раз так, бегать, он бегает. Двойной прыжок я видел, кстати, в трейлере, там должно быть. Там крылышки должны появляться. Назовется, мне для этих ворот нужен ключ. Там, скорее всего, тоже секретка. Я не могу атаковать присяд. Нужен ключ. Целительная инъекция. Ну, смотрите, у нас есть уже невидимые стены. Можно, кстати, сразу, наверное... А ну-ка, предметы. При себе семь. Вот это классная вещь. Эти препараты возникли в результате опасных исследований Института науки. Ученые экспериментировали с первыми появлениями хладных в этом мире. Возможно, они частично ответственны за их распространение. Несмотря на высылку провинувшей врачей, исследователи... Препарат продолжает... Лись. За всеми печатами. В небесных дозах препарат активирует защитные механизмы организма. Через случайное усилие иммунитета система чудесным образом исцеляет раны и недуги. Блядь, надо монитор поближе, чтобы, блядь, слишком... Те, как с далеко хуево видно. А так слишком близко. Вот так, где-то. Зажигательный порошок. Это порошок крайне мощная комбинация добытых кристаллов и... Некрукса. Используется на архипелаге для дуэли. Позволяет оружию быстро нагреваться при контакте с кровью. Эти раны никогда не заживут. Так, карта... А, тут двери сразу показаны. Все отлично. Окей, мы пойдем в другую сторону. Пули-пули. Пули-пули. А-а-а, я могу брать предметы швырять. Нифига себе. Прикол. Так. Демиоксидные пули. Предназначены для огнестрельного оружия. Металлические патроны с полутемной рудой. Огнестрельное оружие с такими пулями единственное эффективное срезо против тварей. Полутемная руда впервые открыли в храмах в стародавние времена. По слухам, она образуется только тогда, когда луна светит в оно определенное место. Говорят, полутемная руда была знаком древних божеств, непосредственно контактирующий с ее существованием. Ученые института науки смешали жидкий минерал с порошковообразным кислородом. И создали уникальное, похожее на порох, горючее вещество. Однако запасы полутемной руды не бесконечны. В последние времена некоторые люди пытались создать новые виды оружия. Так что запасы руды были разграблены. Поэтому демиоксидовые пули встречаются крайне редко. Блять, игра вышла, класс. Я ждал, я просто жду, жду, когда ты, блять, выйдешь. И она вышла. Так, нажимаем Е, чтобы взаимодействовать с алтарами. Это позволит вам сохраниться и впоследствии телепортироваться в эту локацию. Хорошо. Уже есть путешествие. Отлично. Подожди, а что там еще было? А, он сразу сохраняется. Неплохо. Осколок голубого гемоглифа. Если не ошибаюсь, это магический урон будет. А это пополняет ману. Замазите, чтобы восстановить фокус. Осколок голубого гемоглифа. Кристаллизит жидкость непонятного состава, который, по слухам, добывает из гумумерзких личинок, чудовищных эмандитских и другой плоскости бытия. Способен вырабатывать потаенную силу. Часто принимается, и эту жидкость могли непредположительное время слышать голос тех, кто жил и страдал до нас. Большие дозы могут привести к безумию. Восстанавливать немного фокуса. Ну да. Фокус на предметах. Сюда тропается вещи. Оцелительную инъекцию. Осколок. за со мной это ворот можно открыть плечу пока у нас еще есть там как это полоса кстати что это за полоса ну слой тут тут оттуда она я сделал может микрофон немножко погромче с от 1 на 50 56 думаю достаточно да думаю так плюс-минус будет я не знаю просто показателям грамм гром громко вата что мне этих инъекций дают угол так кто-то кашляет так подожди а там есть еще какой-то крючок скорее всего я получу крюк с помощью чего смогут цепляться лес украшенный фонарями огромный покровитель обычный а пока босс вооо с ней отхилиться надо как бы держу в курсе я прыгнул я прыгнул алло я не помню был ли у нас такой босс но это первый босс а чего мне эти не стоят подожди предметы исцеляющие и на тени но босс легкий вот тут все предметы ломаются то есть он несложно главное просто прыгать даже тот рыцарь с которым просто сделаем таким образом если этот противник был в бете ай да ты издеваешься я кувырочек сделал я сделал кувырочек я не хочу отхиливаться хотя можно было хотя бы проверить насколько долго это процесс идет потому что я не вижу чтобы у него были хилищи предметы хотя нет вон какие-то четыре штуки есть четыре штуки чего-то либо то пули звук на правой ухо идет я тут главное просто вовремя просто прыгай да и все лол ты издеваешься да он использовал инъекцию да я сделал кувырок ты ты надоел и у него кстати способность как у того копья помните который мы использовали только теперь это навык инфекция увеличена стигма передышки сила врагов прихода и у нас начиная при сачиваться в наш мир и ей могут воспользоваться жертвы приходского террора стима позволяет привести жестокую контракту временно оглашающих врагов так стима передышки нажмите shift е надеты стигмой чтобы поразить атакующих врагов свое время нанесением удара отразить большинство атак и восстановить свое здоровье вы выполняете требуем требуется силы позволяет прервать входящую атаку так сила врагов прихода и у нас начинают просачиваться в наш мир и ей могут воспользоваться жертвы приходского террора стима позволяет провести жертву к так это было ключевые предметы я хочу копьем я не хочу меч только не говорите что копья нету из-за того что здесь теперь только у одного чела определенное оружие каждого класса если так на это плохо хорошая тропа так это сейв . прямая которым . давай тогда я думаю сейчас на паузу поставлю быстро гляну ли такой босс в бетке если да так просто пойдем дальше потому что если что вы можете бетку посмотреть что она себе представляла она как раз плейлисте в этом же будет все и да я посмотрел короче все таки такого босса у нас не было по ходу мы только сражались с горгулями по ходу потому что я посмотрел сейчас еле посмотрел то что они знают зараженный паломник возможно будет описание все таки потому что они куда-то должны добавляться может будет бестиарий чуть позже записях раздел какой-то плане к что давайте тогда мы на этом закончим а изменение изменение в принципе то что его натуре выбор класса я не помню чтобы он был и я не играл не в б не в бета не в альфа а в демо версии 10 выбор персонажей я надеюсь оружие будет меняться но хотя здесь должно на меня сюда что вот выбор оружия потом шкала маны шкала хп намного короче особенно шкала маны но это наша с вами сила может быть мне копья не по это была способность как раз это тыркать хотя там кажется было не копье 3 серии демо а так будет бы все что есть ладно на этом мы и закончим всем спасибо за просмотр ставь лайки подписывайтесь на канал комментируйте всем удачи всем пока а а